друзья всем привет утро и мы едем на авторынок зеленый угол всем привет погода нас недолго радовала своим солнышком вот уже у нас все затянуло ближайшие два-три дня обещают опять дождь вот а сегодня снимем самые популярные седаны не то что самый популярный до которых которых больше всего и заберем несколько автомобилей отгоним в транспортную компанию поехали более подробно обо всем вам расскажем заказывали у парней автоподбор 25 александра и сергея машину при усправим вот пришла вот мы ее от момента покупки до прибытия в город красноярск прошло ровно две недели парням большое спасибо очень хороший был проделана работа хозяин довольный да да большое спасибо парням вот хозяин стоит довольный так ну давайте наверное начнем начнем с олеонов вот перед нами стоит олеон три с половиной балла есть статистика 70 тысяч километров пробег аукционник сейчас посмотрим фары линзованные 735 тысяч значит такие автомобили начали выпускаться с ними не изменяет память олеону пошли с 2001 года на первом автомобиле устанавливался автомат более свежие модели пошли уже на вариаторе с такой полноценный седан комфорт класса двигателя есть полтора литра есть 18 кто все хэтчбеки универсалы кейкары а про седаны ребят как-то что-то мы забыли давайте посмотрим на обшивку дверная карта здесь такой знаете пластик идет мягкий здесь идет кожа вставки идут под дерево здесь тряпочная вставка колонка чем не нравится да ли он из премиуме вот реально пластик идет торпеда идет мягко здесь вставка идет под дерево автомобиль на климат-контроле тряпочные сидушки но они довольно таки удобные и неплохо и неплохо смотрятся наверно сразу присядем посмотрим сколько места то есть сел я всегда место довольно таки много сидеть мне очень удобно здесь у нас вид бардачок документы лежит аукционный лист аукционный лист три с половиной балла cc пробег 71 тысяча по кузову покраска порога с левой стороны вариатор мультимедиа система управления климат-контролем здесь у нас идет множество бардачков там прикуриватель спрятан подходник у нас двигается вперед назад вот такие вот ниши подстаканники задняя часть автомобиля еще раз сзади дверная карта он тоже такая знаете добротный добротный материал то есть с кей-карами там с пластмасса с это не сравнится удобная сидушка сзади вмещается у нас три человека посередине идет подлокотник с двумя подстаканниками здесь идут кармашки без ключевой доступ в автомобиль сидушка у нас поднимается вперед-назад регулируется спинка естественно наездит автомобиль у нас заводится с кнопки есть комплектации которые заводятся с ключа регулировка зеркал по месту водителя тоже место довольно таки много давайте посмотрим что у нас багажным отделением багажник у нас занят ну в принципе заодно можете посмотреть данный объем багажного отделения что сюда влезет и сколько камера заднего вида на автомобиле установлена также ребята чем удобен да вот этот седан у него задние спинки они откидываются образа образуются получается большое пространство и мы можем с вами перевести какие-то какие-то грузы что эта спинка опускается что-то спинка она опускается десятый год 735 тысяч вот рядом с альоном стоит премиум 2008 год полтора литра стоит автомобиль 650 тысяч тоже повторители бесключевой доступ премиум олеон они ну в принципе они идентичные автомобили там двигателя одинаково варики все стоит одинаково кстати не сказал что премию что олеоны они есть как переднеприводные автомобили так автомобили и 4 воды сзади метла комплектация f но это это дори ставил то есть рестайл он естественно будет стоить подороже светлый чистый салон обшивка все то же самое все такое добротно знаете как вот как раньше делали сидушки тоже у нас откидываются смотрите по и багажник вот здесь багажнике ничего нету сейчас мы посмотрим на объем багажника есть комплектации с подогревом есть комплектации с мультирулем чего только нету бардачок такой тоже климат-контроль два ключа ну ка заводится заводится никуда денется 112 тысяч пробег на доме 3 на аукционном листе тоже пробег 112 тысяч по кузову в принципе автомобиль целенький единственно вот в два может какая-то небольшая есть на на заднем левом крыле вот он сам моторный отсек полутора литровый двигатель в принципе все ясно понятно что где находится удобно и доступно так ну и давайте сейчас посмотрим ее толщиной мерам то есть сверим на соответствие аукционного листа судя по аукционному листу я уже говорил то что в принципе автомобиль должен быть целый ладно мы его глушим глушим то есть подробно смотреть не будем просто так вкратце примерно друзья это все микроны под видите вмятинка небольшая отмечена надо у один все отмечено кстати вот такого плана вмятины небольшие вот такого плана они вытягиваются без контакта то есть красить ничего не нужно пока все в пределах заводской нормы идет соответствие аукционного листа естественно когда проверяется автомобиль замеров производится намного больше открываются все двери смотрим на съем на замену деталей двери крылья капот крышка багажника во всем все что подлежит замене да да полностью соответствует и b2 да ну там вот не вмятинка вот она царапинка идет все совпадает по аукционному листу нет вот она да вот она была вмятинка небольшая все-таки да сейчас еще раз посмотрим на аукционе как так где он там да 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 друзья все правильно b2 вот задняя крылышко чуть-чуточку совсем подкрасили автомобиль с японии пришел с небольшой вмятиной здесь же сделали небольшой подкрас да все остальное целое в общем автомобиль 2008 года полтора литра 650 тысяч рублей полноценный комфортабельный седан друзья вот смотрите еще стоит один алион до автомобиль 2010 года и с родным пробегом давать ключик спасибо с родным пробегом 9700 километров на ум кстати заказали на осмотр сейчас мы будем проверять аукционная оценка 4 балла пробег 9700 то есть кто-то не верит а то что такие пробеги бывают аукцион или сюжет крыльям крыльев пробег совпадает давайте посмотрим что у него салоне салон такой темненький темно какой-то темно-светло-серый я его назвал ну по салону в принципе все то же самое у него идет конечно найти автомобиль автомобиль 2010 года с таким пробегом с таким пробегом нужно постараться 760 тысяч видит 9 878 вот лежит его аукционный лист 4b 4 балла ну какие-то мелкие косячки присутствуют по кузову пробег 9708 сейчас мы это все делаем будем проверять какая-то сервисная книжка лежит тойота алиону я так понимаю это здесь уже завели здесь здесь поменяли масло вот те автомобили заводились у нас кнопки этот автомобиль заводится у нас включат из комплектация конечно здесь у нас идет попроще по местам чё по месту говори по месту как как и в тех седанах все одинаково вот такой вот toyota олеон десятый год с минимальным пробегом так ну и вот смотрите стоит олеон да но это уже свежий олеон автомобиль 2016 года 18 же комплектация стоит такой автомобиль 960 тысяч рублей рядом стоит премию сейчас мы откроем и олеон и премиум и сравните то есть со старыми кузовами естественно выделяется сразу морда зеркала уши заднего вида естественно задняя часть автомобиля сделано все по-другому давайте посмотрим на салон сначала задняя часть схожа да ну все равно то есть есть некие изменения чистый ухоженный салон сзади видите как красиво и чисто поэтому залазить садится я туда не буду не будем плачивать продавцы трудятся чистят машинки вот кладут коврики посылает газетку что покупатель мог прийти посидеть автомобиля лежит аукционный лист 4 балла 98000 пробегу по кузову в принципе тоже целенький автомобильчик здесь еще видите какой-то целлофан зеркальце открываешь загорается подсветочка руль не кожаный руль идет обычное управление печкой климат-контролем управление мультимедиа системы здесь все те же самые бардачки прикуриватель пепельница верхний бардачок отключение антибукса подогрев дворников ключа только нету к сожалению автомобиль не заведу так ладно это пускай лежит давайте посмотрим на двигатель кнопка старт корректор фаркси но на нету есть на ксеноне автомобиле двигатель кажется больше да по сравнению с полутора литровом принципе все тоже ясно удобно и доступно закрываем замечательный автомобиль напоминаю ален 18 16 год женщина комплектация 960 тысяч рублей но это уже премию премию год не помню год сейчас узнаем свежий год 980 тысяч рублей на литье повторители бесключевой доступ хромированные ручки сзади стопыри уже совсем другие стоят кстати двигателя в альфматик это бесстепенчатая система подъема клапанов идет давайте наверно сзади кожаный салон коричневый шикарный кожаный салон я вам скажу смотрится реально просто обалденно кожаный руль электросидения здесь вставки такие под дерево интересно сделаны кнопка старт пробег в автомобиле 42000 до салон салон конечно шикарный по место смотрите сколько места плюс электросидения идут опять же мультируль управление пеской плюсом здесь стоит датчик движения по полосам вот он датчик он отключается датчик при столкновении отключается здесь вот так в целом в целом все идет тоже самое так двигатель и багажное отделение давайте посмотрим до багажнике такого конечно неплохого объема спинки тоже они складываются задних пассажиров автомобиль идет полноценная запаска запаска смотрите новая она еще ни разу не еженая запаска это тоже бонус в автомобиле сложить бы еще аккуратнее кстати сонара смотрите сонара они в цвет до сделаны с бампером то есть я даже если честно сначала сонара не увидел сердце автомобиля двигателя так ну и вот узнал год год 16 980 тысяч рублей стоит автомобиль toyota corolla аксио следующий наш автомобиль как видите это тоже тоже полноценный седан автомобиль эти начали выпускаться с 2006 года предшественником это было просто просто toyota corolla данный автомобиль это уже рестайл фарик и другие морда другая 16 год полтора литра 4 воды 699 тысяч рублей есть автомобили с объемом двигателя 1 и 3 есть полутора литровые двигателя также есть гибридная версия так видите есть 4 воды есть просто переднеприводные автомобили сзади метла немного другие стопарики камера заднего вида установлена надпись 4 воды автомобиль на летней резине без литья на обычных штамповочках задняя часть автомобиля он допустим давайте сравнивая да с премиум с альонами там как-то все вот добротнее все намного не знаю даже какое слово подобрать все намного как-то лучше ну как бы все равно вот эти аксио они идут идут подешевле значит сидушка у нас тоже тряпочная по месту но опять же здесь чисто залазить я туда не буду подлокотника для задних пассажиров у нас нету есть три подголовника без ключевого доступа тоже нету автомобиль заводится у нас с ключа здесь дверная карта тоже в основном да не в основном а идет идет один пластик ребят сидушечки вперед-назад лифт сиденья у нас есть корректор фар где нет корректор фар это говорит о том то что на автомобиле установлен ксенон подогрев идет дворников дуйки ветра дуйки печка дуйки руль идет обычный ручник где положено в этом месте у нас находится прикуриватель давайте закроемся тут пикает на уши давит бардачок такой какой-то знаете узенький бардачок автомобиль у нас на вариаторе все автомобили идут на вариаторе спидометр на 180 мультимедиа система управления печкой солнцезащитных козырьках зеркало у нас нету зеркало заднего вида подсветка аукционе поговорили говорят родной аукционный лист идет оценка 4 балла cc опять же знаете вот многие заморачиваются на вот эти вот оценки cc там салон ребят dsc во первых все зависит все зависит от аукциона от строгости аукциона бывает придется там просто не знаю грязь пропылесосили и все у тебя практически новом становится вот здесь видим то что принципе дверные карты не закоцаны торпеда у нас с вами не закоцана вот эта дверная карта не закоцана значит аукционе к вот эти косточки один это все мелочь мы в принципе даже можем с вами не увидеть далее идет единственно вот это вот b2b2 да там идет возможно подкрас там или царапка или какая-то небольшая вмятина была дальше здесь идет два часа аукционе выбираем здесь идет два бардачка нижний бардачок и верхний бардачок ключ нам предоставили аккумулятор уже подсевший но автомобиль завелся не знаю многие жалуются говорят уж и продавцы какие-то злые были подходят там чуть ли палка не гонит ребят без проблем вообще потише сделаем магнитофон работает без проблем подошли то есть автомобиль открыли показали снимайте пожалуйста вот далее знать что у нас тут еще интересного есть электронный бензобак до 3 по 3b температура за бортом это расход топлива будет показывать и так далее вот остаток показано то что на данном топливе мы с вами можем проехать 88 километров камера заднего вида установлена эта кнопка если честно не знаем что это такое ладно бензина мало хотя там два деления вкратце рассказали пойдемте еще поищем посмотрим сколько не стоит но это напоминаю шестнадцатый год рестайл полтора литра 4 воды 699 тысяч практически 700 тысяч рублей но вот смотрите уже черный цвет и автомобиль идет уже до рестайл 15 год то есть видите да морда отличается кстати 15 год полтора литра бензин антиюст туманки tv сиди в принципе все как обычно 675 тысяч рублей родной аукционный лист пробег на автомобиль и так не вижу отсюда на пробег на автомобиле 78 тысяч километров по кузову автомобиль автомобиль весь целый вот нам открыли автомобиль почему я говорю попросили без проблем давайте покажем заднюю часть автомобиля кстати в багажник нужно залезть еще но я имею ввиду не мне показать сколько там место дверная карта идет двухцветная светлая вставочка но опять же я идет идет пластик сидушки до тканевые по функционалу все то же самое туманочки идут не родные вот она кнопочка устанавливали у их уже здесь вот такой же бардачок прикуриватель все все то же самое давайте посмотрим сзади что постели на что-нибудь ну к сожалению сзади здесь чисто тоже залазить мы туда с вами не будем багажное отделение тоже такой сравнительно неплохой объем багажного отделения вот мы единственное если сравнивать солеными с примерами у них лакси сидушки они не откидываются здесь у нас идет тоже запаска практически новая швы заводские видим донкрат баллонник все на месте хватит двигатель еще посмотрим полтора литра из нее не изменяет память 109 лошадиных сил один за устанавливается двигатель тоже все ясно удобно и доступно ладно ставим все на место на место напоминаю пятнадцатый год полтора литра 675 тысяч друзья ну основную массу машин до самых попал популярно скажем так сняли показали вот на данном автомобиле каким бы немножко большим времени ему уделить сейчас попытаемся рассказать значит это honda grace это полноценный седан это полноценный гибрид то есть есть такие автомобили гибриды есть не гибриды есть передний привод есть автомобили 4 воды двигателя у них устанавливают полутора литровые что касается трансмиссии если вот допустим axio олеоны прямя те там идет парик то здесь устанавливаться либо либо вариатор либо робот себе ступенчатую значит вариатор устанавливается на не гибридных версиях автомобилей на гибридных версиях устанавливается робот себе ступенчатый данный автомобиль это гибрид автомобиль 4 воды с минимальным расходом топлива по каталогу заявлено по моему от 2 и 9 до до трех с половиной что ли или четырех с половиной литров он кушает бензин серый цвет бесключевой доступ резина лето штамповки но родное фондовское литье бесключевой доступ ветровики так называемый акулий плавник бензобак находится слева не знаю получится не получится полноценно снять заднюю часть автомобиля они хорошие надежные автомобили но как-то вот то ли люди не знают они то ли еще что то почему то вот не пользуются они большим спросом значит как я говорил как я говорил значит 15 год бензин 8 airbag of обогрев дворников обогрев зеркал климат-контроль анти занос иммобилайзер аукцион друзья четыре с половиной балла с четыре с половиной балла просто так не дают пробег у автомобиля 60000 по кузову он весь целый для скрашенных и скрашенных элементов наверно посмотрим сначала багажник багажника смотрите багажное отделение да но наверное по объем будет поменьше поменьше чем в других седанах но тем не менее ну тоже не маленькая я так понимаю это сидушечки у нас опрокидываются вот да то есть багажного отделения можем опрокинуть сидушки тем самым увеличив пространством перевести какие-то грузы возможно салона сейчас вернемся значит вот она сама батарейка кстати многие до пугаются вот этих вот то вот это ржавчины вот эти вот швов каких-то непонятных на друзья это точная сварка пугаться этого не стоит багажное отделение практически все занимают занимает батарея поэтому соответственно запаска здесь нету здесь идет ремкомплект ремкомплект 2 из наличия насос жидкость донкрат баллонник и все остальное даже вот японский знак лежит в автомобиле кто не успел его вытащить украсть еще фишка такая автомобиля если мы сейчас двери у нас получается закрытым машина будет заглушена мы ключи кинем в багажник закроем дверь крышка багажника она нас автоматом откроется проверять проверять сейчас мы этого не будем но поверьте она она открывается вот по месту по месту так убираем задняя часть автомобиля место довольно таки много бонусом не бонусом а удобством идет подлокотник подстаканники для задних пассажиров смотрите айрбеки айрбеки в задних стойках автомобиля также значит для комфорта задних пассажиров здесь предусмотрены дуйки снизу у нас здесь ничего нету ручки и смотрите пищалки пищалки монтированы в двери посмотрите пока вот так на переднюю часть автомобиля так ну и давайте еще посмотрим вот переднюю часть автомобиля наверно сядем для удобства кстати по лошадям да здесь 110 лошадиных сил дверная карта пластик пищалка бутылочница ниша что-то можно положить и небольшая идет тканевая вставка электростеклоподъемники водительских электро электроподъемник он идет автоматически ну и соответственно центральный центральный замок здесь у нас идет регулировка зеркал режим эко то есть эко он нажимаю кнопочку эко эко of видите да дальше включение звука до чтобы как сказать когда автомобиль едет на гибриде он тихий вот эту кнопку нажимаем автомобиль будет издавать звук так чтобы не пугать прохожих ксена на нет есть корректор фар отключение антибукса управление управление меню остаток 89 километров проезда не проезда хватит на бензиной здесь идет электронный климат-контроль все в точности как на фите значит здесь подсветки нету просто зеркала здесь тоже подсветочки у нас нету по месту по месту вот пожалуйста вместо место много мне сидеть довольно таки удобно ком комфортно в стойках у нас тоже встроены рб и вот это я не знаю что это такое но это какая-то какой-то прибамбас может для телефона может еще для чего-то в общем я не знаю что такое здесь у нас идет подлокотник с подстаканником с бардачком ручник две вот такие вот два небольших вот таких кармашка что-то можно положить ну и вот вот сюда наверно как-то телефон не знаю будет вот от хотя нет в принципе в принципе нормально вот сюда уже телефон не влезет комары летают блин далее значит здесь у нас идет розетка прикуриватель на 12 вольт идет два подстаканника с это спорт режим то смотрите машина была не заведена да я как вот сейчас я с режим выключил все машина стоит на гибриде машина поршневая группа автомобиля не работает вот она можно ехать ради его как только мы включаем режим с вот я нажимаю все автомобиль он сам заводится то есть в спорт режиме никакого гибрида нету работает только бензиновый двигатель ладно выключаем панель панель здесь пластик и вот очень много дуек очень много раз два три 4 5 бардачок бардачок лежит аукционный лист аукционный лист здесь у нас идет родной смотрите четыре с половиной балла 60 тысяч пробегу по кузову автомобиль в принципе в принципе целый вот эти вот 11 ничего тут такого нету и стоит автомобиль восемьсот двадцать девять тысяч рублей ладно пойдемте посмотрим еще на двигателе так ладно телефон под пускай лежит поверьте едет данный автомобиль 110 лошадиных сил очень хорошо за счет гибрида вот он у саму сердце автомобиля полтора литра хондовский мотор дадим с узнаете как то кажется что в тойоте все попроще здесь все-таки больше наворотов идет всяких разных ладно закрывать кстати не сказал датчик датчик при столкновении стоит так напоминаю 15 год полтора литра гибрид 8 airbag of 4 в.д. аукцион четыре с половиной балла 829 тысяч смотрите вот рядом еще нашли одного грейса 15 год 15-го 4 в.д. тоже гибрид тоже 8 airbag of аукцион 4 балла 798 тысяч рублей стоит автомобиль то есть он идет немного немного подешевле берите ребят хорошие надежные автомобили аксио 15 год 12 месяц аукцион 4 балла привоз август интеллектуальная камера да вот она камера установлена 599 тысяч резина летняя стоит на штамповках повторители задняя часть автомобиля на светлом салоне то есть цена да цена на такие автомобили не важно что это там аксио леон премиум грейс и разные цены все будет зависеть от состояния от пробега там от кузова бит не бит крашен не крашен от того же самого аукциона многое конечно зависит от комплектаций автомобиля чем больше наворотов тем соответственно автомобиль будет стоить дороже но в принципе в принципе то есть не знаю можно нельзя назвать да это вот эти все автомобили народными но скажем так в пределах наверно 800000 можно выбрать хороший надежный комфортабельный седан друзья ну автомобили много автомобили много время мало будем заканчивать нам еще нужно несколько автомобилей отогнать транспорта компанию 2 сейчас немного просто пробежимся по ценам значит стоит subarri kikara четырнадцатый год 395 тысяч 4 воды стоит рабочие автомобили секси ты про бокс и это полностью одинаково автомобили 15 год передний привод 599 тысяч рублей стоит toyota harrier 14 год 2 и 5 гибрид не гибриды идут идут двухлитровые 2 миллиона девяносто восемь тысяч рублей стоит honda визель гибрид 4 воды есть передний привод есть не гибрид 1 миллион двести тридцать семь тысяч стоит toyota wish 14 год уже рестайл 949 тысяч автомобиль 4 воды гибрид стоит от honda 14 год 2 литра 8 аэрбогов миллион двести семьдесят девять тысяч рублей гибрид от toyota седан премиум-класса 1 миллион семьсот семьдесят восемь тысяч рублей 2 и 5 автомобиль 2016 года mark x не гибрид 14 год 4 в.д. 1 миллион двести девяносто восемь тысяч рублей еще один гибрид от toyota со строгим аукционом 14 год 2 и 5 1 миллион триста двадцать девять тысяч рублей camry 15 год гибрид 2 и 5 1 миллион четыреста тридцать семь тысяч рублей гибрид от toyota стоит очень много nissan ноутов тоже довольно таки популярных автомобилей кстати вот и одного из них мы сейчас будем забирать 14 год 14 год так не вижу это не дик с не turbo 475 тысяч рублей красный 525 тысяч рублей аукцион 4 балла 16 год комплектация медалист все моторы идут 1 и 2 525 тысяч рублей такой золотистый 639 тысяч рублей пробег 14 тысяч километров так и собственно вот у наш автомобиль который мы будем забирать у нас был автоподбор поиск автомобиля под ключ автомобиль 2016 года с пробегом 100 тысяч что сейчас посмотрим какой у него точный пробег а комплект ажка практически максимальная хорошая летняя резина четыре камеры естественно это идет рестайл идут повторители в зеркалах датчик предстолкновения бесключевой доступ чистый ухоженный салон 535 тысяч рублей ключ идет автомобиля один туман очки ставили здесь туман очки идут не родные корректор фар ну скажем так здесь место место да по туманке нету поэтому корректор фар сама фишечка она вытаскивается прячется под панелью и сюда вставляются туманки так корректор фар на автомобиле работает ключ ой ключ ключ руль обычный пластмассовый пробег автомобиля сто девять тысяч автомобиль идет на климат-контроль и есть просто на крутилках но там они такие не симпатичный автомобиль 2016 года родной аукционный лист автомобиль не бит автомобиль не крашен вот заводится автомобиль все автомобили заводятся с кнопки напоминаю всем как завести автомобиль с кнопки то есть некоторые приходят начинают тыкать раз нажали что-то там чик там щелкнул автомобиль не завелся 2 нажали зажигание включилась 3 нажали в надежде что автомобиль заведется а вот тут бац автомобиль не заводится друзья чтобы завести автомобиль который заводится с кнопки нужно нажать на тормоз после этого нажать на кнопку его по автомобиль сразу вас заводится так автомобиль уже идет прогретой прогрета смотрите установлены камеры кругового кругового обзора они все выведены и в зеркало и сюда плюс камера у нас идет с вами с траектории назад так сейчас мы сядем поудобнее не мы а я сяду все сидушку настроили кстати идет регулировка руля можно ехать многие спрашивают как ездить на чем ездить до включили сели поехали выезжаем со вторым к со вторым к так осторожно едем в транспортную компанию друзья сейчас все будем забирать очень интересный автомобиль очень интересный автомобиль по очень интересной цене и поверьте с очень интересным пробегом это будет toyota aqua в комплектации urban сейчас данный автомобиль отгоним в транспортную компанию покажем вам aqua вот еще машину кто-то приобрел автомобиль выезжает что хочется сказать да про nissan но вот это такой вот он наверное действительно можно его назвать народным автомобилем в плане цене качество вообще эксплуатации надежности мне автомобиль очень нравится то есть едет он достойно подвеска у него ну я не скажу что она мягкая да я скажу что она жесткая кстати на данном автомобиле при пробеге 109000 она можно сказать идеально единственно что напрягает вот этот автомобиль он идет с полкой полочка сзади вот при езде по такой дороге полка немного раздражает то есть если бы я себе приобрел до такой автомобиль я бы наверное избавился от это полки потому что вот как-то как-то немножко все-таки она раздражает в конце рынка стоит в автомобиле миру продаются но смотрите как он едет то столько дано давид на газ и все автомобиль поднес понесся как бы он легенький плюс turbo 98 лошадиных сил как ни крути дают дают о себе знать подъехали к транспортной компании подошли автовозы то есть вот автовоз я так понимаю он только подошел подошел и вот автовозы стоят уже грузится с нашей транспортной компании ну не с нашей транспорта компании у нашей транспорта компании не работаем в транспортной компании через которую мы отправляем для вас автомобиля и пёс пёс наш все еще на месте сидит караулит смотрите вот заехали да смотрим что покупает страна fit isis фрид автобусы voxie но хим кейкара автобусе кстати мы его пригоняли проверяли что дальше стоит вам осы suzuki альфы берут кубики берут витцы берут боксы берут еще один фрид стоит кубик дай хацию мира с альфа стоит стоит ровчик стоит на это скорее всего конструктор хотя может быть и нет forester стоит но это тоже конструктор еще одна аква то есть народ берет народ берез посмотрите транспортная компания она реально она забита автомобилями так ну собственно вот он данный автомобиль toyota aqua автомобиль у нас 2016 года и внимание друзья пробег у автомобиля 12267 километров и это настоящий родной так смотрите у нас какие тут яму сейчас мы их объедем аккуратненько ох чтоб новую машину не вкосать все ямами навали и это реально это настоящий родной пробег у данного автомобиля многие сейчас будут говорить там сыпать комментарии битье топля кто чтобы быть такого не может да тут есть как бы небольшой нюанс но я вам хочу сразу сказать глобала никакого нету здесь идет подкрас капота подкрас передних крыльев подушки целые то есть капот остался родной капот остался родной крылья тоже остались родные зато пробег друзья 12000 состояние салона мы сейчас наверное где-нибудь остановимся остановимся я вам покажу вот она aqua 2016 год полтора литра полноценный гибрид комплекта комплектация x urban стоил автомобиль 740 тысяч рублей отдали его за 720 тысяч рублей обвесы губа туманки фары линзы на крыше идет типа знаете как рейлингов родное литье летняя резина шикарный внешний вид чтобы было небольшое представление да вот целый автомобиль не битый не крашеный с таким пробегом я так думаю он будет стоить 800 плюс наверное в районе 850 тысяч даже плюс значит он целый у него идет подкрас переднего правого крыла вот он идет небольшой подкрас вот здесь была какая-то вмятина вот в этом районе вот это не царапина это полироль вот она вот она вмятинка все идет покрас окрас капота до капот как бы тоже была небольшая вмятинка да вот в этом районе но ребят это съемная деталь в случае чего даже если с ним что-то случится снял поменял забыл естественно окрас бампера и окрас переднего левого крыла все зато пробег на автомобиле минимальный родной пробег посмотрите на состояние салона чистый ухоженный не царапанный салон только вот не надо в комментариях писать то что мы там подобрали битье какое-то это не битье то есть была совсем немного поджата и это был не автоподбор это была проверка это было штучная проверка автомобиля подписчик обо всем предупрежден он видел аукционный лист видел в каком состоянии автомобиль зашел в россию запаска давайте посмотрим на состояние двигателя подкапотное пространство там поверьте все блестит видите все как новенькая многие спрашивают что вот вот это вот там белый налет вот здесь белый налет налет друзья пробег 12000 пробег у автомобиля присутствует белый налет то есть некоторые там топляк не топляк это не топляк посмотрите посмотрите у нас у нас одни тумана у нас большая влажность машина стоит на машине не ездит поэтому образуется этот белый налет стоит на машине немного покататься все это все это уходит климат-контроль антибуксы режим и в все электронное полный кожаный мультируль и самое главное 12000 пробег датчик при столкновении японский регистратор по подвесочке вопросов нету вообще никаких то есть мы и при проверке автомобиля катались на нем и вот сейчас я еду уже по такой по прям по суровой грунтовки гравийки ничего не гремит не стучит до присутствует какие-то сверчки в салоне ну почему потому что потому что все таки вот на новых автомобилях так осторожненько ямочки сейчас проедем потому что на новых автомобилях стали использовать использовать очень много пластика вот еще один автовоз стоит смотрите грузится тоже и кайкары и конструктора то есть рынок на месте не стоит покупаются как полнопошлины автомобили так и конструктора кстати вопрос такой да не то что у меня вопрос нам вопросы приходят и в комментариях мы на ютюбе пишут и повод сапа приходят у вас автомобили растаможенные уже то есть нужно ли какие-то пошлины платить после приобретения автомобиля или нет ребята друзья все автомобили растаможенные вот стоило и так 840 тысяч она и стоит 740 тысяч за нее уже уплачено пошлина мог стоила на 740 отдали ее за 720 тысяч то есть как бы с торговали продавцы продавцы торгуются вот такой автомобиль едет в город красноярск и еще один момент хочу повторить то что автомобиль это гибрид полноценный гибрид в данный момент поршневая группа не работает мы едем на батарейке вот если я сейчас дам газу побольше но здесь газу не дам даст такой дорогой то у нас подключится поршневая группа вот сейчас она включилась поэтому покупайте гибриды не бойтесь их покупать все проверяется делается тест достаточной емкости зато будет огромная экономия вот топливу так ну все на сегодня все всем пока всем пока всем спасибо кто досмотрел до конца